МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорем Пушкарем. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Игорь Владимирович, почему большинство автовладельцев эти новшества по возмущению ущерба по ОСАГО вызвали негативную реакцию? По данным опроса РИА Новости, более 50% респондентов высказались против. Это закономерная реакция, так как новый закон лишает автовладельцев базового принципа собственника правом распоряжаться своим имуществом. То есть, иначе говоря, если в предыдущей редакции закона, ну, в действующей сейчас редакции закона, автовладелец может выбирать между натуральным возмещением и денежной компенсацией, то новый закон его право лишает. А если, например, автовладелец сам является, скажем, мастеровитым человеком и сам может отремонтировать транспортное средство, или он директор станции технического обслуживания, то в любом случае никакие варианты не предусмотрены, кроме как натурального возмещения, что, естественно, ограничивает права автовладельцев. Ну, а все-таки какие-то плюсы вот в этих нововведениях есть для водителей? Плюс есть один для водителей, скажем, очень поддержанных автомобилей, потому что здесь не будет учитываться износ, и если в теперешней ситуации автовладельцев производили выплату с учетом износа, то есть чем старше автомобиль, тем больше износ, то ему, как правило, не хватало денег на ремонт, то в случае натурального возмещения ему будут ремонтировать, и фактически ему не придется ничего доплачивать. То есть денег, в натуральном виде денег, я имею в виду, теперь в случае какого-то ДТП водитель не получит ни в каком случае? Нет, получит ограниченный круг лиц, то есть получит при полной гибели транспортного средства, в случае смерти собственника транспортного средства, в случае причинения тяжкого и среднего вреда здоровья у него тоже будет право получить денежную компенсацию, ну, то есть также денежную компенсацию могут получить инвалиды. Но реально вот будет предъявить какие-то претензии за некачественно проведенный ремонт ТОИСТО, которое значится в списке страховой компании, например? Нет, все претензии нужно будет предъявлять страховой компании, а не станции технического обслуживания, потому что фактически заказчиком этой услуги будет страховая компания. Более того, страховой компании можно предъявить и требования за задержку ремонта. По закону ремонт должен быть произведен в течение 30 рабочих дней. Если станция технического обслуживания не успевает в этот срок, то потерпевший может предъявить требования к страховой компании о взыскании неустойки в размере полпроцента от страхового возмещения за каждый день просрочки. Может так случиться, что страховая компания будет тянуть с ремонтом, ссылаясь на то, что там очереди какие-то сформировались у них, там слишком много машин и так далее, и этот срок будет растягиваться? Страховая компания может тянуть с ремонтом. Другое дело, что в случае инициативы автовладельца страховая компания будет платить неустойку. Дело в том, что количество граждан, обратившихся в суды, по делам, связанным с ОСАГО, чрезвычайно мало. По нашей статистике, не более 30% обращаются в суд. Это и расчет страховых компаний, что не все будут обращаться в суд, и, соответственно, сэкономив на чем-то, страховая компания никаких санкций не понесет. Ну а как быть владельцем новых автомобилей, которые стоят на обслуживании в дилерских центрах? Ведь если, насколько я понимаю, ремонт сделан не у них, то, получается, гарантия сгорает? Закон предусматривает, что автомобили возрастом не старше двух лет должны будут ремонтироваться в дилерских центрах. Поэтому здесь сложности возникнуть не должно. Ну и последний, наверное, вопрос. Что еще стоит поменять в системе автострахования в России, чтобы этот процесс всех устраивал? И владельцев автомобилей, и страховщиков? Мне кажется, инициатором перемен в системе ОСАГО должны являться сами автовладельцы. То есть автовладельцы должны чаще обращаться в суд. Они должны по любому поводу судиться с страховыми компаниями. Вот я посмотрел последнюю статистику судебного департамента при Верховном суде. За первое полугодие 2016 года было подано 224 тысячи исков по ОСАГО. То есть за первое полугодие. То есть это примерно по 1200 исков в день. То есть очевидно, что страховые компании массово нарушают права автовладельцев. Причем в 95% случаев выигрыш остаются за потерпевшими. То есть страховые компании отказывают массово, рассчитывая на то, что граждане не будут обращаться. Чем чаще граждане будут обращаться в суд, отстаивая свои права, чем больше страховые компании будут платить штрафных санкций, тем меньше они будут нарушать права автовладельцев. Что ж, Игорь Владимирович, благодарю вас за то, что нашли время для этого разговора. Но телезрителям напомню, что в гостях у нас был председатель правления общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова